Если Господь будет со мною, то я был уверен, что даже в пустыне Замара я смогу выжить. В Южном полюсе я смогу выжить. Порой, когда ко мне приходят трудности, когда я думаю о том, что Бог со мною, тогда все проблемы, которые приходят ко мне, становятся проблемами Бога. Знаете, я был очень слабым внутри, и поэтому испытывал многие трудности. И каждый раз Бог был со мною. И когда я смотрел на Господа Бога, у меня появлялась радость и сила. Конечно, мы не можем видеть глазами Бога. Он лично нам ничего не говорит. Но что значит «я верю в Бога»? То, что Бог со мною, это ценнее, чем иметь весь мир. Неважно, кем вы являетесь, если Бог будет с вами, и если вы увидите, как Бог с вами ведет, тогда, тогда какая бы проблема ни стала бы перед вами, это будет проблемой Бога. И когда у вас будет такая вера, вы увидите, что Господь Бог решает все проблемы ваши. Проблема в том, что мы не точно знаем о Боге и верим в Него. Если в сердце мы станем едиными с Иисусом, а именно на эту тему я хочу говорить сегодня перед вами. В Евангелии от Диана Третьей Головей был человек по имени Никодим. Однажды ночью он пришел к Иисусу. Никодим хотел встретиться с Иисусом. Что же сказал Никодим Иисусу? Он говорит, мы знаем, что ты, учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Казалось бы, что Никодим знал многое об Иисусе. Он знал, что Иисус исцелил больных. Он многое знал также из Писания. Смотря на вид Иисуса, Никодим думал, это человек Божий. Он не человек. Потому что те чудеса, которые он творит, если не будет с ним Бог, тогда невозможно это совершить. Знаете, и я в моей жизни много раз видел, как Бог совершает невозможное дело для меня. И поэтому я представляю, насколько драгоценно жить ради Господа. Никодим смотрел на Иисуса, как Иисус исцелил больных, как он ходил по морю, или как он воскресил мертвого, или его проповеди. И каждый раз Никодим думал про себя. Это человеком невозможно. Если это пришло не от Бога, то как человек может совершить подобное? Это человек Божий. Это человек, который пришел от Бога. Именно так размышлял Никодим. И однажды вечером Никодим пришел ночью к Иисусу. Иисус сказал ему, «Извините, Никодим сказал, «Учитель, мы знаем, что ты от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, невозможно творить без Бога». Иисус сказал тогда Никодиму, «Истинно, истинно говорю тебе». Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. А что значит родиться свыше? Можно сказать, родиться второй раз. Смотрите, мы получили нашу жизнь от отца и матери. Так каждый из нас родился на земле. Мы родились человеками, поэтому мы стремимся быть совершенным человеком. То есть иметь глаза, нос, рот, руки, и ноги. А также у нас есть мозг, есть душа. И будучи человеком, у нас есть все необходимое. Но есть одно, что отличает нас от Бога. Премудрость Божия, сила Божия, сердце Бога, любовь Бога. Вот этих вещей совсем нет у человека. Хотя мы родились один раз на земле через родителей. Но второй раз нужно, чтобы и Господь родился в нашем сердце, и это есть родиться свыше. Знаете, какая бы ни была бы мудрая лошадь, лошадь остается лошадью. Так же лиса остается лисой, даже какой бы она ни была бы мудрой. Оно не станет тигром. Правильно. Так же вот, например, человек родился совершенным человеком. Но в жизни человека есть многие ограничения, знания, мудрость. Поэтому мы должны посредством Господа Бога родиться свыше, и тогда мы сможем войти в Царство Небесное. Что, нужно зайти в утробу матери второй раз и родиться? Конечно, нет. Такое невозможно. Как такое может быть? Вот родиться, потом войти снова в утробу матери и родиться, это просто родиться второй раз, а не родиться свыше. Будучи людьми, мы уже нормальные люди. Если пройдет 70, 80, 90 лет, и мы умрем, мы умрем просто человеком. Но у Господа Бога есть мир, который находится выше мира человека. И когда мы встречаем мир Господа Бога, у нас появляется любовь к этому миру Божьему. Может быть, будучи человеком, у нас есть все необходимое, но у человека есть слабости. И также злой дух ведет человека, поэтому он совершает зло, он грязный, скверный. И подобная сторона есть у человека. Поэтому есть люди, которые, например, занимаются мошенничеством. Есть люди, которые живут похотливой жизнью. Есть люди, которые живут в алкоголе. Есть люди, которые находятся в наркотических веществах. Есть люди, которые полностью огрузились в азартные игры. Или еще что-то. Будучи человеком, это нормально. Но если у людей появится еще одна сила, тогда и аутисты, и от энергозависимости, и от пухоти, и от зла, и от болезни, мы сможем войти в мир Господа Бога, в котором Бог действует. Продолжительность жизни человека сейчас 70-80 лет. Если мы умрем, наша жизнь заканчивается на земле. Но если мы войдем в мир Господа Бога, если мы будем рядом с детьми Божьими, это есть родиться свыше. И мы сможем войти в мир Господа Бога в новом теле. Что значит «рожденный от плоти есть плод, и рожденный от духа есть дух»? Что это значит? Смотрите, мы получили тело от наших родителей, поэтому мы живем в материальном мире. И спустя 78 лет жизни на земле, А если человек умирает, куда идет? Его душа идет к вечному аду. Есть мир Господа Бога и есть мир гибели. Что значит «дух»? злой дух держит нас. И для того, чтобы у нас сформировалось сердце Господа Бога, Дух Святой начинает менять наш дух. Допустим, до сих пор ввелись к верной злой мысли, поэтому мы совершали зло перед Богом. злой дух, который был во мне, делал, чтобы я совершал зло, совершал преступления и шел по пути к греху. И потом мы рождаемся свыше через Бога. как мы, получая семья от Отца рождаемся на земле. Также, когда мы принимаем то, что Господь совершил для нас, тогда будь чувствующим участниками дела Божьего, мы становимся рожденными свыше. и делать, чтобы мы приняли сердце Господа Бога в нашу душу. Нам не нужно заходить второй раз в утробу матери и рождаться второй раз. Наша плоть уже плоть нормального человека. Но поскольку злой дух действует независимо от нашего тела, поэтому будучи человеком невозможно победить злого духа. И поэтому, когда мы принимаем Духа Божьего в наше сердце, Господь послал Иисуса в человеческом теле, а мы, будучи обычными людьми, получили Дух Иисуса, Бога. И так мы стали соучастниками Дела Божьего и стали Его детьми. О чем же я хочу говорить сейчас перед вами? Никодим говорит о том, что я знаю, что ты, Иисус, пришел от Бога. Почему он знает? Потому что он не от Бога. Тогда что ему нужно делать? Никодим должен был слушать слова Иисуса. Он должен был принять сердце Иисуса. Есть сердце Иисуса, которое действовало в нем. Тогда они могли бы узнать, а у Иисуса такое сердце, Он такой человек. А вот какой Иисус. И слушая слова Иисуса, они могли бы узнать сердце Иисуса. И если вы приняли бы эти слова в свою душу, тогда Дух, который действует у Иисуса, также действует у нас. И если мы сможем войти в мир Господа Бога, тогда мы сможем достичь удивительных результатов. Но есть одна большая проблема. нам нужно принять то, что Иисус совершил и войти в мир Бога. Но наш предок Адам, он прежде чем принять Дух Божий, принял Дух Сатаны. Адам стал перед Богом. И он услышал слова Бога о двух вещах. Первый Бог сказал Адаму, «Нишь тебе плоды от дерева познать добра и зла». А змей говорит Адаму, «Ешь, ты не умрешь, откроются у тебя глаза, ты будешь как Бог». И Адам думает, кого же слушать? Бог сказал, что если съешь, тогда умрешь смертью, а змей говорит, что ты не умрешь. И затем сказал, «У тебя откроются глаза, и ты будешь как Бог». в словах змей был соблазн, что ты будешь как Бог. Адам хотел быть как Бог, поэтому он принял слова змей, оставив слово Бога. Сел плоды от дерева познать добра и зла. У него появилось знание добра и зла. Теперь не то мудрость, которая была от Бога, а мысли, которые давал сатана, начали вести людей, и мы стали потомками Адама. Не мы что-то делаем. Если есть моя душа, сатана входит в душу и дает соблазн. Смотри, ты девушка красивая, может переночуешь с ней, будет так приятно, своруй. Разные мысли приходят и отдаляют нас от Бога. потом пришел Иисус в таком же теле, что и мы. И Он пришел с сердцем Бога. У Иисуса было такое же тело, что и у нас, но Его сердце отличалось от нашего сердца. Наше сердце получает руководство от сатаны, следует за похотью, вожделением, оно испорчено. Но если мы принимаем слово Иисуса наше сердце, слово Иисуса это есть сердце Иисуса. И если слово Иисуса войдет в мое сердце и будет вести Меня, тогда Я, которого вел сатана, начнет жить через Иисуса. Раньше я не знал об этом, но в 62-м году я впервые принял сердце Иисуса, которое отличалось с моего сердца. И тогда сердце Иисуса вошло в Меня и начало вести Меня. Я не говорю, что у меня нет своих желаний, но я видел, что сердце Иисуса побеждает мои желания, мою похоть и ведет в сторону Иисуса. Вроде бы мое уже тело, но я становлюсь совсем другим человеком, не таким, каким я был. Жизнь меняется, мысли меняются, мои дела меняются, мои потребности начинают меняться. Я вижу, что я же ведь был не таким. Но когда я принял сердце Иисуса, моя жизнь стала жизнью Иисуса, и я вижу, что Иисус ведет меня и действует предо мною. Это было удивительно. Это было очень ценным. Когда я принял одно слово, одну мысль Иисуса, слово Иисуса было сердцем Иисуса. Порой бывает, что слово Иисуса не подходит моей душе. Порой происходили столкновения. Но Иисус пребывал во мне. И мысли, которых раньше невозможно было найти в мне, начали вести меня. Да, у меня остаются мои мысли. Но когда Дух Иисуса вошел в меня, знаете, что происходит? «Когда Иисус вошел в мое сердце, я стал новым человеком». Знаете, когда я изменился, самым первым заметил это мой отец. Он увидел, что я изменился. Отец разносторонне помогал и миловал нас. Когда я учился в мессийской школе, мой отец был очень бедным, но он привозил рис, чтобы накормить нас. Каждый месяц привозил по мешку, хотя было очень тяжело в то время жить. Знаете, в мессийской школе отец других братьев не приходил, только мой отец пришел. Он увидел, что я изменился. миссионеру. Если дать какое-то дело оксу, он не может вести дело до конца. Чуть-чуть попробует, потом сдается, оставляет. Всегда он жил так. И мне казалось, так же будет и из христианства. Но я вижу, что этим делом он занимается уже много времени. Наверное, это дело подходит моему сыну оксу. Поэтому миссионер, прошу вас. Мне кажется, моему сыну подходит это дело, поэтому научите его хорошо. Отец сказал здесь слова и ушел. Действительно, я был никем. Но я поверил, что Иисус Христос на кресте очистил мои грехи. Да, в моем сердце были многие столкновения. Но если внимательно посмотреть, я увидел, что во мне есть и соблазн, и также сердце Иисуса. И когда я последовал за словом Иисуса, а не за соблазн, я мог ясно видеть, что Иисус ведет меня. Знаете, когда мы читаем Евангелие Диана Третью главу, мне так жалко. Никодем был учителем, И Он говорит, что знает, что Иисус пришел от Бога. Но тогда даже если ему непонятно, раз если Он говорит, что знает, что Иисус от Бога, то поскольку Иисус Он тот, который мудрее, чем Я и выше Меня, и хотя непонятно, Никодим должен был сказать, что Он прав, а Я не прав. Если бы у Никодима была эта ясная черта, если бы он получил бы руководство от Иисуса, то вы представляете, как было бы ему хорошо. Никодим говорит, что он знает, что Иисус пришел от Бога и знает чудеса, которые совершал Иисус. Но когда Иисус сказал, что если человек не родится свыше и не может увидеть царство Божие, Никодим не должен был сказать, как это, что нужно войти в трубу матери и родиться заново. Он говорит те слова, которые вышли из его понимания. Он должен был сказать, учитель, мне кажется, что пожилой человек не может войти в трубу матери. Я не представляю, что такое родиться свыше. Учитель, если пояснишь, я тоже, по твоему слову, хочу родиться свыше. Если бы Никодим сказал эти слова, то Иисус бы сто процентов пояснил бы ему. вот, тебе кажется, что то, что я тебе говорю, совсем непонятно, и ты мне говоришь. Как человек может родиться заново, когда он состарился? родиться? Но ты подумай, ты же уже большой, даже младенцу родиться тяжело, а ты же большой, как ты можешь родиться снова? свыше. Смотри, что значит родиться свыше? Ты родился плотью. Не плоть должна переродиться. Есть дух, который ведет тебя внутри, и этот дух пришел от зла. И злой дух ведет, чтобы ты был гордым, высокомерным. И что значит родиться свыше? Это нужно оставить тот дух, который тебя ведет, и принять мои слова, когда хотя ты но твое сердце будет вести не сатана, который вел тебя до сих пор, а Бог, поэтому ты станешь совсем другим человеком. Вот так Иисус мог пояснить ему, и было бы хорошо. Но ошибка Никодима заключается в том, что он перестал общаться с Иисусом, не понимая, что такое родиться свыше. Он говорит, как? Человек состаривается и может родиться заново. Он что, может войти в трубу матери, что ли? Он говорит, что Иисус говорит чушь, что даже нет смысла слушать дальше. Другими словами, что он не будет слушать Иисуса. Если бы Никодим хотя бы чуть-чуть подумал, Никодим же мог сказать, Иисус, я не понимаю, что значит родиться свыше. Пожалуйста, поясни мне. Вот меня родили родители. Я родился однажды. Но что значит родиться свыше? Иисус, если ты пояснишь это, я хочу родиться свыше. Я хочу войти в Царство Небесное. Я хочу быть как ты. если бы Он сказал так, то поскольку это рождается Духом, Иисус сказал бы, тебя до сих пор вел злой Дух. Поэтому были желания, и похоть была, и соблазны были, и ложь был. Все это было от злого Духа. Я же пришел от Духа Божьего. Иисус бы сказал, прими Мои Слова. Если ты веруешь Мои Слова, поскольку в Моих Словах есть Мое Сердце, тебе не нужно стараться принять Мой Дух. Надо просто принять Мои Слова. Тогда в Моих Словах есть Мое Сердце. Если раньше тебя вел злой Дух, а если теперь будет вести Мой Дух, тогда ты будешь как я. У нас будет один Дух. Так ты сможешь родиться свыше и прибыти вечную жизнь. Иисус бы мог так пояснить. Однако Никодим одним словом говорит, что Иисус говорит чушь. очень жалко его, что сказал Никодим. Он говорит, мы знаем, что ты учитель пришел от Бога. Он говорит, что знает, что он пришел от Бога. Но почему же даже не пытается принять Слава Иисуса? Он сразу отказывается принимать Слава Иисуса. Что важно в духовной жизни? Слово Иисуса. И Слово Иисуса действует в нас. А как? Иисус сказал человеку, который болел 38 лет, стань, возьми посед, твою и ходи. Он встал и взял посед и ходил. Кто сделал, чтобы он ходил? Слово Иисуса. Он сказал, пойди к купальню силаам и мостя. Кто сделал, чтобы прозрел человек? Слово Иисуса. Этот слепой, он следовал за своими мыслями. Его мысли говорят, что зачем идти к купальню силаам, надо просить милостыню. Но получая руководство от слова Иисуса, идет к купальню силаам. Евангелие на второй голове не хватало вина на брачном пире. Иисус сказал, наполните кувшиной. Служители наполнили воду. Потом говорят, распорядителю отнесите. Это было не сердце служителей. Служители должны относить вино, а не воду. Они знают, что нельзя относить воду. Но сердцем Иисуса сделали это дело. И мы до сих пор следовались мыслями сатаны. Но теперь вы можете родиться свыше Иисусом Христом. А как родиться свыше? Нужно войти в другую матери снова? Нет. меня вел сатана, поэтому я согрешал и столетовал за лукавым. Я обнаружил, что я точно должен погибнуть. И тогда теперь не те мысли, которые появлялись во мне. Хотя может быть отличаются от моих мыслей. Но Слово Бога должен веровать. И принимая Слово Господа Бога в моем сердце, и поскольку Слово начинает вести меня, а Слово это есть сердце Иисуса. Внешне может быть это даже незаметно. Но если сердце Иисуса будет вести меня, тогда даже если вы не хотите меняться, вы не сможете не измениться. Об этом вы должны размышлять. Почему же Бог так говорит? У меня нет веры, я не буду принимать. В следующий раз. Не нужно так говорить. Слушайте Слово Господа, размышляйте. Иисус так говорит, говорит, что нужно родиться свыше. Говорит, взять пастель и ходить. Он говорит, что от этой воды не уважаешь вовек. Я попробую поверить в это слово. Когда я следовал за своими мыслями, мой результат был страшным. Я был грязным. Я был злым. Я был очень плохим человеком. И поэтому я принимаю слово Иисуса. Вот что такое принимать сердце Иисуса. В чем же разница? Человек, который болел 38 лет, он прекрасно понимал, что не может ходить. Но Иисус сказал ходить. И тогда он начал ходить. Он следовал за своими мыслями. И мыслях он понимает, что не может ходить. Но Иисус сказал ходить. Если он будет следовать за своими мыслями, он скажет, я не смогу ходить. Если же следовать за Иисуса, Да, то, что я не ходил, это правда. Но эти мысли неправильны. Правда в том, что я могу ходить. Почему? Потому что Иисус сказал ходить. Со дна искушает. И поэтому я думал, что не смогу ходить. А Иисус говорит, чтобы я ходил. Тогда я буду ходить. В чем же разница? Он принимает слова Иисуса. Слово Иисуса. И тогда злой дух уходит от меня, и приходит дух Иисуса и ведет меня. Если какой-то брат слушается меня, это значит, что он следует мою душу. Если же он пренебрегает моими словами, это значит, что он противится моей душе. Что значит пренебрегать слово Бога? Это значит, противится Богу. А что же значит принимать слово Бога? Это значит, принимать Бога. Я слушал слово Бога. Я думал, это возможно, невозможно, может. По-моему, не получится. А вдруг не получится? Раньше я жил с такими мыслями. Порой я оставляю все мои мысли, и я следовал за Словом Бога. Послушайте, пожалуйста, что же говорит Библия. Я прошу беззакония их. И грехов их уже не воспоминал более. Так говорит нам Писание. Написано, что Бог просил наши грехи и что не воспоминет наших грехов. А мы же говорим, что мы грешники. Мы говорим не то, что написано в Писании, ведь. Верно? Да. Иисус сказал человеку, который болел 38 лет, встать и ходить. Скажите, как он мог ходить? Он же следовал за своими мыслями. Но он решил, я не буду больше следовать за своими мыслями, потому что результат такой жизни был страшным. Теперь я хочу верить в Иисуса. Вот что такое вера. В этом нет ничего сложного. Чуть-чуть нужно поразмышлять. И мы ясно увидим путь в ад и путь в рай. Если мы не размышляем, все кажется неясным. Поэтому следовать за Иисусом кажется тяжело, а следовать за своими мыслями кажется легко. И когда мы следуем за своими мыслями, в конце концов идем по пути гибели. Но с этого момента, неважно кем вы являетесь, не верите в свои мысли и веруйте в Слово Бога. Тот, кто так определяется, это есть тот, который верит в Бога. Если он верует в Слово Иисуса. Не мои мысли ведут меня, а Слово Иисуса начнет вести меня. И сила Иисуса будет проявляться. Дух Святой будет действовать. И вы станете удивительными людьми. Почему же мы не можем так жить? Потому что сатана искусил. И мы живем как попало. А, ну Бог попросил мои грехи. Алкоголь? Ну ладно, выпьем разочек. Многие жили так. Так пренебрегали Святым Иисусом. Никодим был умным, образованным человеком. Но он не был лучше Иисуса. Он должен был наклонить свою голову перед Иисусом. Однако он считал, что он прав, чем Иисус. И поэтому, как родиться свыше? Это невозможно. Как я могу войти в его трубу матери снова? Он своим мышлением разрушил Слово Иисуса. Когда появляются подобные мысли, он должен был сказать, Иисус, простите меня. Но я не знаю, что такое родиться свыше. Я же такой большой. Я не могу войти в его трубу матери. Что нужно сделать, чтобы родиться свыше? Тогда бы Иисус объяснил. Так возлюбил Бог мир, что отдал единородного Сына Своего. Доволь всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Единородный Сын Бога – это Иисус. Надо поверить словам Иисуса. Если Иисус говорит, что нужно родиться свыше. А, нужно родиться свыше Иисус? А как я могу родиться свыше, скажи? Вот так Он должен был отвечать. Надо было попросить, что научил. Иисус, хотя я учитель, но я не знаю. Научи меня. Прими мои слова. Мне же непонятно. Совершенно верно. Если бы ты понимал бы мои слова, тогда ты был бы как я. То, что ты не понимаешь, это естественно. Но твоя жизнь была неправильной. Потому что злой дух вел тебя. Это путь к гибели. С этого момента послушай меня. Нет ничего сложного. Знаете, я благодарен перед Богом. Потому что в 1962 году мне было очень тяжело жить. Из-за того, что не было денег, я не мог продолжить учиться. Я думал о многих вещах. У меня ничего не получилось. Мой дядя работал в строительной компании в Японии. И дядя поехал в Японию. Он участвовал в войне в Тихого океана, а потом остался в Хиросиме. И он открыл компанию строительную, которая строила дороги, мосты. И все дороги в Хиросима, в Юкицо построил дядя. И все мосты тоже построил он. Мой двоюродный брат, который младше меня, он был младше меня на 4 года. То есть, он был младше меня. И когда мне было 18-19 лет, дядя думал, что будет хорошо, если забрать меня с собой в Японию. И он нуждался во мне. Но тогда не было дипломатических отношений, поэтому я не мог поехать в Японию. Нужно было использовать контрабандистские пути. Если бы я поехал, наверное, я бы там остался работать. Но в то время переплыть море таким образом было очень опасно. Потом я подавал документы на инженера-прапорщика. и я поставил на это всю мою жизнь. Я думал, что если меня возьмут, я смогу там учиться. А после того, как я закончил службу в армии, и я буду прапорщиком, и тогда буду иметь квартиру, зарплата будет, и буду учиться в вечерной школе. ничего лучшего не было для меня. Я думал, если 7 лет, я отслужу армию, тогда мне будет 26 лет. И после окончания службы, я думал, что я смогу хорошо пожить. Всем сердцем я хотел поступить. Но из-за того, что у меня был сломан зуб, меня не взяли. И так был разрушен мой последний путь. И следующее, что ко мне пришло, это было то, что Иисус пришел ко мне. Я думал, что я во всем провалился. Хотя сначала все казалось, что получится. Но везде у меня не получилось. Таким образом, Господь Бог смирял мою душу. И я начал прислушиваться Слову Бога. И получил прощение грехов. Господь Бог очень ясно научил меня Слову. Это было удивительно. Действительно, я был праведным. Я был праведным. Я увидел, что я свят. И сердце которого никогда у меня не было. Раньше я говорил, что я грешник. Но Библия говорит, что я правильник. Библия говорит, что я свят. И я начал говорить, что я свят и я праведен. Теперь не мое сердце. А сердце Иисуса начало вести меня. Дорогие слушатели. Я думаю, у вас часто есть колебания. Я думаю, что Слово Господа Бога порой борется с вашими мыслями. И мысли ваши говорят, что у вас нет веры. Почему? Это потому, что вы не размышляете. Если вы чуть-чуть подумаете. Все пути, где нет веры, ведут к гибели. Мысли говорят, что ничего страшного в этом нет. Но это путь к гибели. Это путь к проклятию. Только Слово Иисуса есть жизнь. Только Слово Иисуса является вечным. Нужно принять Слово Иисуса. Только тогда мы будем едины с Иисусом. Но многие люди не обращают на это внимания. Поэтому смешивают Слово с мыслями. И порой следуют за плотью. Следуют за духом. И в жизни происходит каша. Но если будет ясная черта, то мы точно будем знать, что следуя за плотью, мы окажемся в гибели. Рожденной плотью есть плоть. А рожденная духа есть дух. Мы должны духом принять дух Иисуса. Дорогие и уважаемые слушатели. Как часто вы принимаете ваши мысли, находясь во тьме? Как часто вы отталкиваете себя Слово Бога? Если вы не будете размышлять, тогда вы не заметите, как вы оставляете Слово Бога. И тогда очень часто что-то неясное будет вести вас внутри. Слово Бога есть Слово Бога. Слово Господа — это сокровище. А мои мысли — это мусор. Но как часто мы оставляем Слово Бога и принимаем свои мысли? Попробуйте начать с сегодняшнего дня. Следовать за Словом Бога. Принимать Слово Бога. Да, конечно, оно не подходит порой нам. Но если вы будете принимать, тогда произойдет удивительное дело в вашей жизни. До того, как я стал служителем, даже тогда моя жизнь начала меняться. Кто бы ни смотрел на меня, моя жизнь была другой. Потому что Бог вел меня. Может, тогда незаметно, но все менялось. Потому что Иисус был моим Господином. Аминь. Мы так глупо обманываемся сатаной. И нам кажется, что следовать за мыслью сатаны — ничего страшного. Нам кажется, что следовать по-человечески — ничего страшного в этом нет. Но если с этого момента вы нелегкомыслно относитесь к этому, читайте Библию и познавайте сердце Бога, если вы оставите ваши мысли, и попробуйте следовать за Словом Бога. Человек, который болел 38 лет, он хотя знал, что не может ходить, но он решил не следовать за своими мыслями и решил следовать за Словом Иисуса. И тогда начались деяния. Господь хочет, чтобы подобные деяния были также и в вашей жизни. Пускай не Сатана ведет вас, а пускай Иисус ведет вас. Бог хочет, чтобы все вы были задействованы в делах Евангелия. Многие люди несерьезно относятся к этому и не знают Библию. И очень часто следуют человеческим способам. Таким образом, мы тощим Иисуса, и мы жили своими мыслями. Доколе спасенные кровью Иисуса Христа хотят так жить? Доколе мы должны так жить? Давайте прекратим подобную жизнь. Давайте будем жить через Иисуса Христа. Тогда удивительная деяния произойдет в вас. Вы изменитесь. Я не видел человека, который бы не изменился. Все изменились. И Чо Йоанн изменился. И Чо Су Йонн, сестра, изменилась. Я видел, что все меняются. И проповедующий Мухзоб изменился. Все изменились. Но Сатана обманывает нас. И нам кажется, плоть ближе. И мы выбираем мысли Сатаны. Читайте Библию. И когда Слово Иисуса не подходит моей душе, я не прав. А это Слово Иисуса. И поэтому я принимаю Слово Иисуса. И веруя и принимайте Слово Иисуса, тогда Иисус совершит в вас удивительные дела. В 87-м году во время летней конференции я свидетельствовал, как я выздоровел от болезни желудка. тогда примерно 250 братьев и сестер, поверив Слово, так же, как я исцелились от болезней. Я видел, как Бог удивительно действует. Иисус любит вас. Поэтому Он хочет, чтобы вы принимали Его Слово. Он хочет, чтобы вы верили в Слово Иисуса. Даже когда непонятно. Я не прав, а не Иисус. Правильно? Верите ли вы в это? Когда вы будете удивительными людьми. Будьте Петром нашего времени. Будьте Павлом нашего времени. И будьте Иисусом нашего времени. Он будет действовать так же. Поэтому читайте Библию. Принимайте Слово. Не оставляйте Библию. Не принимайте голос сатаны. Живите Словом Иисуса. Тогда вы будете Иисусом. Иисус будет действовать через вас. И все, что Он хочет совершить на земле, будет совершить через вас. И я желаю, чтобы вы радовали Господа. И вы будете видавать жизни окружающих вас людей. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!